Работать некому. Председатель профсоюза медицинских работников Одесской области заявила, что сейчас наблюдается сильный дефицит кадров во многих больницах области. Медработники работают в бешеном ритме и не получают желаемую зарплату, поэтому и уходят с работы. К сожалению, не щадит врачей коронавирус. Немаленький процент врачей умирает от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Дефицит кадров у нас значительный. До плюс еще болеют медицинские работники. По состоянию на 29-11 заболело 1690 медработников. 14 умерли. 7 по причине профзаболевания. Конечно, сегодня все тяготы ложатся на медиков в этой непростой ситуации. Но всегда нужно понимать, что любая технология, любой результат работы будет складываться из системы технологического обеспечения. Также Владимир Колоденко подчеркнул, что наша система здравоохранения не готова к вызовам современности, впрочем, как и во многих других странах мира. Причина такой неподготовленности, по мнению эксперта, это реформы, которые были проведены несколько лет назад. Как подчеркнул президент Одесской организации врачебного общества, они были направлены не на доступность медицинской помощи для людей, а на соответствие финансирования медицины ограниченными возможностями государственного бюджета. Система здравоохранения не в полной мере готова на сегодня к этим испытаниям. Эта история имеет долгосрочную историю. И начиналось это 15-20 лет назад, когда мы всю систему здравоохранения начали перестраивать не от потребностей населения, а от возможностей бюджета. Мы сократили более тысячу коек.